Дискуссия об тем, как получить эдукацию и практику, ведутся не первый год и не только в Беларуси. Долгий час в нашей стране гучал аргумент на конт переваги советской школы, а тому изменять нечто небыто не потребно. Помолковость таких подыходов стала зрозумелой с развитием рыночных относинов. Сегодня уже никому не потребны просто специалисты с дипломами, навод червонами. Когда выпускник ВНУ, а дарванный от практики, в учить его несколько лет никто не ожидает. И это реальность, которую необходимо улучшить. Сегодня бизнес более требовательный к новым кадрам. И выпускники современных вузов уже не всегда могут, безусловно, найти работу. Им приходится доказывать свое право работать в какой-то более-менее приличной компании, где они смогут какие-то деньги получать. И мы хотели бы, чтобы образование, которое получали белорусские студенты, оно было бы более приближено к тем потребностям, которые существуют у бизнеса. Проблема практика ориентованного навучания сегодня актуальна не только для нас. Для краин, где узровень беспрацовь, если род молоди уразы перевышает белорусские показчики, яна куды больше в острае. Разом с тем, гэты факт примусил активно шукать выезде, что дозволило выпрацывать шерох конкретных пропанул. Пакур тяжко сказать, насколько прямальными яны окажутся для Беларуси, але видовочно, что нам есть шаму паучиться у инших. Увагаля ж зараз, ка прийти до некой одзиной думки, необходимо усебаково оценить ситуацию по некадких накерунках. По-перше, потребности предприемства у тым лику приватных, у молодых специалистах. По-другое, махчимые шляхи взаимодействия бизнесу и высшейших научальных установ. Плюс удосканальвание самой системы бизнес-адугации з уликом сусветного опыта. После долучения в минулом годе Беларуси до балонского процесса и початка интеграции айчинной высшей адугации у европейскую систему, гэта стала ясше больш махчимым. В Европе есть заинтересованность обмена опытом, передачи каких-то лучших практик и примеров. Так, например, в ноябре прошлого года приезжали в Беларусь представители Великой Хартии университетов и Совета Европы, чтобы провести семинар по имплементации балонской карты, которая есть для Беларуси. То есть они очень открыты к сотрудничеству и готовы помогать, где это возможно.